Грязь, распутница, лужи. Так больше нельзя. Надо выбирать обувь, соответственно, сезону. И я много смотрел, читал и остановил свой выбор на берцах Legion от компании Armada. Берц Legion, модель М1501. Модель Legion 1501 – это демисезонная обувь широкого профиля применения, предназначена для сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, рыбаков, охотников и просто туристов, любителей экстремального путешествия, экстремального вида отдыха, диггеров, сталкеров, которым я и являюсь. Подошва ботинка каучуковая, с высокой износостойчивостью. Масло бензоустойчивое. И смотрите, какой необычный протектор. Я такого еще не видел. Очень оригинально. Интересно, как он будет в действии. Место крепления подошвы – прессовая вулканизация. Это когда верх ботинка садится на еще горячую подошву и становится практически одним целым. Очень такой инновационный метод, который везде сейчас используется. Но я еще такие не носил берцы. Посмотрим. Очень интересно, как это себя покажет. Для изготовления верха ботинка используется кожа флотер, а точнее сказать, юфтевая кожа. Ее еще называют русской. Юфтевая кожа является одним из самых прочных материалов в обувной промышленности. Благодаря большому содержанию натуральных жиров, а их в юфте порядка 25%, кожа остается мягкой и прочной даже в самые сильные морозы. В любую погоду, намокая, высыхая, кожа все равно сохраняет свои свойства. Согласно историческим источникам, русская кожа активно экспортировалась из России на Запад. И есть такой случай, что в 1786 году, если я не путаю, судно, с ранее затонувшего судна Мета Катарина подняли, шло у нас, кстати, из Питера в Геную, подняли красную кожу, пролежавшую там 200 лет под водой. Кожа отлично сохранилась и была раскуплена для изготовления обуви крупнейшими обувными компаниями. Этот вид кожи мягкий и отлично гнется, что способствует хорошей сохранности носки, комфорту ноге, стопа хорошо себя чувствует. К тому же поры кожи отлично пропускают воздух. Это позволяет ноге дышать, меньше потеть и чувствовать себя комфортно. Толщина кожи верхней части ботинка от 1,4 до 1,6 мм. Высота берца 22 см. Сверху идет кант из мягкой кожи для более комфортного ношения. Пятка имеет круглую вставку из более мягкой кожи для комфортного сгибания ноги. Ну и, как вы знаете, это самый такой поддающийся трещинам участок. За счет этого увеличивается и носкость ботинка. Также понравилось то, что в ботинке очень мало швов, относительно мало. Так как он весь сделан из таких цельных деталей. Знаете, вот бывает вот здесь у обычных ботинок еще шов, деталь вставлена. Вот это отдельно, это отдельно. Здесь вставочка, здесь вставочка. Здесь же нет. Вот носочная часть берется и пяточка. Все. И это как раз способствует, я так полагаю, тому, что меньше слабых звеньев в цепи. То есть обувь должна лучше носиться, лучше сохраняться. Шов четкий, ровный. При шите используются полиэфирные нити, обладающие высокой износостойчивостью и естественной устойчивостью к влаге. Клапан ботинка изготовлен из микрофибры, которая по своим свойствам не уступает коже. Вот такая она, но значительно мягче, что позволяет язычку удобно укладываться, когда зашнуровываются берцы. Здесь вот такое фирменное тиснение, логотип Armada. Вот эта часть сделана из более такой плотной кожи. Но вот здесь, опять же, это мягкая, удобная кожа для комфортного прилегания к ноге. Крепление клапана идет с самого низа, смотрите. Вот сверху он такой накладной получается. И проходит все полностью. То есть клапан у нас полностью глухой. Почти до самого верха доходит. Это полностью исключает попадание в ботинок снега или воды. Для шнуровки ботинок применена фурнитура высокого качества с антикоррозионным покрытием. Для установки фурнитуры применяется специальная технология, обеспечивающая ее надежные крепления на обуви. Для шнуровки производитель предлагает нам шнурки такие добротные, добротные по ощущениям. Длина шнурка получается вот в двойном размере 180 сантиметров. И внутри есть сердечник, специальный препятствующий растягиванию шнурка. Действительно, шнурок не тянется. И это очень хорошо. То есть при намокании многие шнурки растягиваются. Обувь, которая была зашнурована четко, хорошо держала ногу, расхлябывается. Я думаю, что с этими шнурками такого не будет. Пришло время заглянуть внутрь ботинка. Что же там приготовила для нас армада? Внутренняя часть ботинка изготовлена с применением вот такой 3D-сетки, призванной отводить влагу, то есть создавать вентиляцию внутри ботинка. И очень, кстати, она так приятна на ощупь. Тактильные впечатления очень приятные. Вот так вот он. Полностью весь ботинок сделан этой сеткой. Прикольно. Внутренняя часть пятки сделана из телячьей кожи. Польшиной 1 мм примерно где-то. То есть сетки там нет. Это место наиболее так часто поддается разрушению, трению. И поэтому оно усилено таким образом. Так, посмотрим, что же у нас со стельками. Там ее видно. Так, ну-ка. Достается не очень хорошо. И это хорошо. То есть стелька не будет хлябать, бегать. Вот такая она, смотрите. Сделана она из материала OrtoLight. Он трехслойный, вот тут можно видеть. Так, сейчас попробую как-то показать. Вот здесь, я думаю, видно. Так, вот этот вот верхний слой у них отводящий влагу, дышащий. Потом у них идет, значит, второй слой, амортизирующий, устойчивый к сжатию. То есть стелька призвана смягчать нагрузку на ногу. И третий слой, нетканный материал на основе пилястровых синтетических таких волокон. Значит, вот. Он, видимо, придает как бы самой стельке вот жесткость, вид. Такую стельечку, кстати, анатомическая. Она принимает со временем форму ноги. То есть, где какие изгибы у ноги, она принимает. И это еще более повышает комфорт. Комфорт носки. Вот здесь, видно, такие вырезы сделаны. Видимо, для того, чтобы она более четко, более, как сказать, устойчива, если можно так выразиться, сидела в нашем ботинке. Вот тут внутри у нас видно еще стелька. Значит, она из кожи картона сделана. В ней есть еще супинатор. Супинатор – это такая металлическая пластина, вставка. Призвана защитить ногу от какого-либо повреждения. Также придает жесткость подошве. Защищает ее от излома. Отправляем нашу стельку обратно. Кстати, стелька вообще хорошо садится. Вот нет проблем. Из некоторых ботинок бывает, достанешь стельку, потом невозможно поставить на место. Очень хорошо стелька все села, зашла. И это плюс. Стоимость берцев на момент снятия ролика составляет 4800 рублей. И это тоже немаловажный плюс. Потому что такого качества берцы, купить за такую цену, это надо поискать. Поэтому это большой плюс в копилочку. В репутацию, так скажем. По уходу. Уход за берцами стандартный. Как сказал производитель. Значит пропитка, жиры, крема. Все, что для натуральной кожи предназначено. Все можно использовать. Еще хочу остановиться на одной особенности. Ботинки большей мерки. Кто будет выбирать. Потому что ссылочку я на сайт магазин Армады сделаю в описании к ролику. Смотрите, покупайте. Значит, это большие меры. Большие меры. Они немного больше заявленного размера. Таблица сейчас выйдет вот здесь у нас рядышком. Ну и я публикую ее в нашем паблике ВКонтакте. И в Телеграме. В нашем канале Телеграм. Интересная модель. Интересная модель. Интересна своей функциональностью. Своей стоимостью. То есть такого качества берца за такую цену я еще не видел пока. Ну, по крайней мере, пока вот искал, выбирал. Демисезонный как раз вариант. Очень мне нравится. Вот прямо в руках держишь. Такие вот приятные впечатления. Ну, будем их, конечно, тестировать. Я буду все показывать. Значит, да. Сразу хочу сказать и производителю, что хотелось бы видеть вот эти вот петли немножко большего размера. Потому что особенно вот здесь. Ну, я думаю, это разойдется, конечно, со временем. Но сейчас я вдевал шнурки. Было довольно-таки проблематично вот в эти нижние вдеть шнурки. Потом пошло лучше. Не знаю, с чем это связано. Может, кожа со временем как бы разойдется, будет хорошо. Будем разнашивать обувь, кстати. Еще раз напомню, что в неразношенной обуви ни в коем случае не надо отправляться в дальние походы, иначе вы себе ноги можете испортить впечатление от похода. Вот. Разнашиваем. Носим. Используем в различных условиях. Грязь, вода, да. Сталки, заброшки. Но уже хочется. Хочется надеть и идти. Поэтому я ухожу. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.